Поговорите с Лин Юань. Ух ты, он прям смотрит эпически на нас. Макси Плей Пайман, привет! Лин Юань, что ты здесь делаешь? Не могу попасть внутрь. Попасть внутрь? Куда ты не можешь войти? В покое Карпа, где отдыхает Фудзинь. В покое Карпа, куда Фудзинь нас приводила? Это обитель с запечатанной ее силой адептов. У меня нет ее силы, поэтому я не могу попасть туда. Что? Ну ты не упоминала об этом до того, как она ушла отдыхать? Забыла. Нужна помощь? Силы адептов, которой вы обладаете, достаточно, чтобы открыть ворота покоев Карпа. Так что да, мне нужна ваша помощь. Погоди-ка, как ты все это время ждала нас здесь? Я не ждала вас, я ищу путь в покое Карпа. Похоже, это почти одно и то же. Ну что ж, мы тоже немного обеспокоены от состояния Фудзинь. Почему бы нам не навестить ее вместе? Хорошо, спасибо, идите за мной. Наконец-то, ребят, я ждал, когда я вернусь к продолжению этой истории. Куда мне идти-то? Так. Я, конечно, все понимаю, а путь мне не покажут, да? Что? Что мне делать? Светлячок. Ладно. Допустим, таким методом. А-а-а-а, вот оно как. Достижение. Что здесь? Дверь открыта, иди вперед. Кстати, в прошлый раз, когда ты нас сюда привела, мы так и не в силе нужно привыкнуть. Ее сила не исключение. Найдите Фудзинь. Максил Плей Пайман и Лин Юань, вы все пришли сюда, почему? О, это голос Фудзинь, и он доносится откуда-то снизу. Я немного волнуюсь за тебя. Да, мы все беспокоимся о твоем здоровье, поэтому пришли, не предупредив. Но ты же так же сделала в своем время, поэтому Пайман думает, что мы в расчете. Ай, простите, когда я вернулась сюда, чтобы отдохнуть, я, кажется, забыла открыть проход. Мне очень жаль, вы пришли сюда, чтобы увидеть меня, а столкнулись со столькими сложностями. Это было не так уж и сложно. Ну а почему ты прячешься в луже? Как бы сказать, я пока не могу вернуться в ту форму, которую предпочитаю. А поскольку вы всегда видите меня в образе Карпа, я не могу не чувствовать себя немного неловко. Нет смысла прятаться. Но раньше я могла превращаться в человека, когда захочу, поэтому я думала, что передвигаться в облике Карпа, это вопрос удобства. А теперь я могу быть только скользкой рыбой, поэтому мне немного странно, что ты и так упорствуешь. Ну ладно, главное, что с тобой все в порядке. Но Лин Юань сказала, что твоя сила адептов не была израсходом, она лишь рассеялась по горам, лесам и рекам, долине Чень Юй. Вот почему ты и так ослабла. Если мы соберемся, мы рассеем силу адептов, соберем, как во время поиска золотого Карпа в долине Яотия. Ты восстановишься, верно? Ну да, по крайней мере в теории, но верно, верно, поэтому если мы увидим похожих Карпов, нам нужно принести их сюда, так ты восстановишь свои силы гораздо быстрее. Не хочу утруждать вас, моя сила еще не настолько слаба, если я здесь отдохну, этого будет достаточно. Да нам не сложно. Мы будем их высматривать, только из всего. Спасибо, однако я не хочу больше беспокоить вас, вы и так уже много для меня сделали. Если по дороге найдете силу адептов, перенесите ее в нефрит. Баланс воды и почвы был восстановлен, если мы сможем добавить больше сил в заветный нефрит, то обеспечим благоприятную погоду и процветание в будущем году. А как же ты? Ну я же вам сказала, мне нужно всего лишь отдохнуть. Макси, плейпаймон, я действительно благодарна и счастлива, что вы решили навестить меня. Впервые кто-то пришел сюда после ухода властелетительницы лекарств. Да, и тебе спасибо, Лин Юань. Я ничего не заслужил твоей благодарности ничем. Ладно, ладно, тогда считай, что я благодарю тебя за то, что ты привелась сюда, Макси Плейпаймон. И напоследок, позвольте еще раз поблагодарить вас, Макси Плейпаймон, за все, что вы сделали. А подношение заветного нефрита поместите духовный... А, то есть с этим заданием... Ой, нам еще, кстати, дали, вы видали? Камень и стук, 20 штук, просто так. Подношение заветного нефрита. Если сила адептов, которая владела Фу Цзинь, превратилась во множество духовных карпов, находящихся во всей долине Чинь Юнь, соберите силу, заключенную в духовных карпов и передайте ее в заветный нефрит в покоях карпов, чтобы повысить его уровень и получить благословение долины Чинь Юнь. Когда вы соберете 40 духовных карпов, то получите озарение заветного нефрита, которое отметит расположение оставшихся духовных карпов на карте. Когда вы соберете 40 духовных, то получите озарение, да? То есть, которое отметит расположение. Ну, кстати, это то же самое, как в этом, в подземке. Сейчас я, секундочку. Духовный карп, 5 штук. А можно посмотреть всю таблицу? 10. То есть, за каждой мы должны отдать 5. Я правильно понимаю? Может быть, их 50 всего, если, конечно, не будет все это расти. Ну, тут награда неплохие, кстати. Прикольно. Это больше всего смахивает на локацию под названием... Как же называется? Это я уже забыл. Разлом, ребят, разлом, конечно же. Ну, на этом все. Это было легкое задание, в принципе. Все, не забывайте подписываться, писать комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца. И обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые найдете в описании к этому видео. Пока.